Музыка Василия Грабина называют гением отечественной артиллерии. В годы Великой Отечественной войны на вооружении Красной Армии было 140 тысяч пушек. Так вот, 120 тысяч из них разработаны гениальным конструктором. Пушка ЗИС-3. Их было выпущено 48 тысяч. Это орудие признано одним из самых лучших во Второй мировой войне и самым массовым в истории артиллерии. Василий Гаврилович Грабин родился 9 января 1900 года в Екатеринодаре. В 1923 году окончил артиллерийское училище в Петрограде, служил строевым командиром. Затем поступил на артиллерийский факультет военно-технической академии имени Дзержинского. Советский конструктор и организатор производства артиллерийского вооружения Великой Отечественной войны. Генерал-полковник технических войск, лауреат четырех сталинских премий, герой социалистического труда, действительный член Академии артиллерийских наук. Отец Василия Гаврил Иванович выходец из крестьянской семьи Курской губернии. В царской армии был артиллеристом и дослужился до звания старшего фейерверкера, то есть, говоря современным языком, старшего сержанта. Видимо, и артиллерию любил, и рассказчиком был хорошим. И он очень многое рассказывал о своей службе своим детям, и, конечно же, вот эти впечатления очень повлияли в дальнейшем на выбор карьеры Василия Гориловича Грабина. Семья Грабинах вообще была очень большая, было 11 человек, и причем семеро были дети. Материальное положение было достаточно тяжелым, поэтому отец Гаврил Иванович принимает решение уехать на заработки в станицу Старо-Нижестеблиевскую. И даже Василий в 11 лет, закончив начальный класс в сельской школе, приступил к работе. Он помогал отцу работать на мельнице, помогал собирать хлеб, пасти лошадей. А позже, уже из Старо-Нижестеблиевской, Василий Гаврилович переезжает обратно в Екатеринодар. В 1920 году Грабин вступает в ряды рабочей крестьянской Красной армии и вскоре становится курсантом объединенных командирских курсов в Екатеринодаре. Затем в числе лучших учеников будущего конструктора отправляют в Петроградскую школу тяжелой береговой артиллерии. Еще один этап на пути Грабина – военно-техническая школа имени Дзержинского. После ее окончания он перешагнул порог всесоюзного орудийно-рассионального объединения «Нарком-тяжпрома» и стал конструктором. Первая пушка конструкции Грабина, когда она появилась, насколько актуально было ее появление для Красной армии? Это было артиллерийское орудие Ф-22, которое создавалось как дивизионное орудие, собственно, и должна была быть универсальным орудием. Или противотанковые пушки, и дивизионный, полевой, и зенитный даже. Но, конечно, вот эта универсальность, она привела к тому, и попытки ее осуществить, добиться ее, что ни задачи до конца это орудие, наверное, не решало. Она была ближе к классической дивизионной пушке, но здесь не вина Грабина, скорее, напротив, он пытался переломить ту тенденцию, которая была в Красной армии в это время, когда при подаче Тухачевского пытались экспериментировать с артиллерией, оказаться в классической артиллерии, найти какие-то универсальные варианты, либо найти вариант орудий, которые по-другой с кем вели артиллерийский огонь. И эти все увлечения, эксперименты, они в итоге, конечно, не дали должного результата. А орудие Грабина, это 22, оно частично это все нивелировало. Музей под открытым небом Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии Штеменко. Здесь, среди прочего оружия, стоят легендарные пушки Грабина ЗИС-2 и ЗИС-3. Вот ЗИС-2, ее производство было прекращено к концу 1941 года. Но уже в 43-м, когда на полях сражений появились немецкие «Хигры» и «Пантеры», вспомнили о том, что есть такая хорошая пушка с бешеной пробивной силой, и производство ее возобновили, и она с успехом дырявила немецкую броню. Уже до войны Грабин стал заниматься, его конструкторские бюро стали заниматься разработкой 57-мм пушки, которая потом стала пушкой ЗИС-2, имела противотанковое назначение прежде всего. И, видимо, уже зародилась идея развития совершенственной пушки в ОСВ, которая была основой современной дивизионной артиллерии Красной Армии. И потом это все перервилось уже в артиллерийское орудие ЗИС-3, уже после начала Великой Отечественной войны. Конечно же, стоит отметить, что Грабинский шедевр – это 76-мм дивизионная пушка ЗИС-3. Официально она название получила ЗИС, так может, завод имени Сталина, но среди советских солдат было распространено ее название неофициально – это ЗОСЯ, пушка Грабина, залп имени Сталина. А вот среди немецких солдат данный вид вооружения получает название «трещотка» по характерному звуку выстрела. ЗОСЯ, пушка Грабина! Эти и другие знаменитые орудия Грабин создавал под Горьким в Новом Сомово на артиллерийском заводе, где в 1933 году открыл конструкторское бюро. И это конструкторское бюро создает новые десятки видов артиллерийских орудий. И, в принципе, конструкторское бюро Грабина, даже завод, на котором он был главным конструктором, сконструировал различные виды пушек, как для кораблей, так и для бронепоездов, танков. Символ победы – танк Т-34, знаменитая Т-34-ка, укоротитель тигров. Сколько написано о ней, сколько фильмов снято. Но мало кто упоминает, что на танке была установлена пушка, разработанная Василием Грабиным, и это стало одним из главных слагаемых успеха. 38 тысяч выпущено таких орудий в годы Великой Отечественной войны, и эта артиллерийская система стала самой массовой во Второй мировой. Вклад Василия Гавриловича огромен. Он разработал метод скоростного проектирования с одновременным проектированием технологического процесса, что позволило сократить время на создание орудий. Допустим, если классическим методом пушка могла создаваться от полутора лет до двух, то методом Грабина могла и до трех месяцев. Дмитрий Федорович Устинов. В военное и послевоенное время народный комиссар, министр вооружения. С 1953 года министр оборонной промышленности СССР. Историки упоминают о неком конфликте между Устиновым и конструктором Грабиным. Сегодня вряд ли кто скажет, в чем его суть, но совершенно очевидно, что речь идет об артиллерии, ее роли и значении для советской армии. Устинов занимался военным производством, руководил им, в общем-то. Ну, Грабин был человеком, который, в общем-то, старался добиваться своего, да, идти зачастую, может быть, на пролом, обращаться, апеллировать к более высокому начальству. Это может поражать конфликт и ситуацию. С другой стороны, вот то, из-за чего Грабин после войны был отставлен от дел, почему его конструкторское бюро в итоге перешло на работу над ракетами, потому что это была общая тенденция в стране. С появлением ракетного оружия при Хрущеве возникла идея, что классические артиллерийские системы артиллерийской родине уже не очень нужны, что их заменят ракеты во всех кучах, и на флоте, и в сухопутных войсках. И, собственно, разработка многих артиллерийских систем была прекращена. Локальные конфликты периода Холодной войны, да, собственно, и вся последующая история, показали, что артиллерия остается актуальной, и очень рано списывать ее со счетов. Получается, в разногласиях Кустинова и Грабина правы были оба. Грабин после Великой Отечественной войны также продолжал работать на конструкторском бюро, но постепенно артиллерия, она с первых позиций уходила на второй план. При Никите Хрущеве акцент делался теперь на атомное вооружение, на ракетостроении. Грабин также занимался и разработками в ракетостроении. Но, несмотря на то, что его конструкторским бюро после войны было создано, разработано несколько десятков различных видов орудий, принято на вооружение было только одно. Это зенитная пушка С-60, за которую, кстати, Грабин получил сталинскую премию первой степени. Сталинская премия давалась за выдающиеся достижения. Но, смотрите, ведь Василий Гаврилович четырежды лауреат сталинских премий. Первую премию он получил еще до войны и получил до войны звание Героя социалистического труда. По-моему, шестая медаль в это звание высокого была ему включена. И это тоже говорит о многом. Это за как раз производство вот этих дивизионных артиллерийских орудий УСВ прежде всего. Вторая премия была получена во время войны. Кстати, он полностью отдал фонд обороны на производство оружия. Она, видимо, была связана с разработкой именно танковых пушек. Но, в общем-то, четко не прописано вот в этих премиях, по крайней мере, на первый взгляд, за что именно, за какие конкретные системы они выдавались. Просто за разработку новых артиллерийских систем. И две премии уже были получены после войны. Они были связаны с дальнейшим совершенствованием артиллерийского парка Красной Армии, разработок новых орудий 100-мм противотанковых, новых танковых пушек. Не все из них стали серийными, но все они очень интересны по словам. В музее есть прекрасная коллекция материалов Василия Гавриловича Грабина. Причем поступление этих вещей фонды нашего музея тоже интересно. Они были переданы самим Василию Гавриловичу Грабинам, научным сотрудникам нашего музея, во время их командировки в Москву. В Краснодарском парке 30-летия Победы установлен памятник Василию Грабину. Его имя носят улицы нескольких городов страны. Уроженцы Кубани знают и помнят. Если артиллерия – бог войны, то Грабин – бог артиллерии. Легендарный советский конструктор, без пушек которого невозможно представить себе нашу великую победу 45-го года. Имя в отечественной истории – Василий Гаврилович Грабин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова